Здравствуйте! С вами Алексей Сыпачевский и канал ТТ Максимум. Я только что протестировал в различных игровых элементах новые, только что вышедшие средние шипы фирмы Dr. Neubauer, которые называются Агрессор, на основании Firewall Plus в версии толщины губки 1,5 мм. И об этом я хочу сейчас рассказать. Сразу скажу, что свойствами и возможностями этой новой накладки я оказался весьма впечатлен. В самом лучшем смысле. Какие именно свойства и возможности эта накладка дает? По скорости. Накладка очень быстрая. Мало что из коротких либо средних шипов на рынке есть, чтобы было еще быстрее. Вот Спинлорд Кейлер, наверное, будет чуть быстрее. Я пока не сравнивал специально. Но так предполагаю, что Кейлер должен быть чуть быстрее. Сравнил с Гипфельштурмом 1,5 мм по скорости. Гипфельштурм чуть медленнее. В общем, агрессор очень быстрые средние шипы. По чувству очень мягкие. Чувство такое мягкое, очень приятное. Какие у них сильные стороны. Сильных сторон у них очень много. Во-первых, практически вся пассивная игра работает очень хорошо. То есть, кач на столе, ну, кстати, не только пассивный. И пассивный кач на столе, и агрессивный кач на столе работает великолепно. От пассивного к агрессивному переходить легко. То есть, можно давать очень быстрые, длинные, косые, срезки или какие-то такие втыки. Вот это замечательно работает. Очень хорошо управляется. И можно пассивно оставлять мяч очень коротко возле сетки. То есть, несмотря на то, что шип очень быстрый, но у него есть как бы две скорости. То есть, в одних элементах он работает очень быстро, а в других он просто очень круто тухлит и оставляет мяч коротко и тухло. Въехать в это, как это работает, как это от скорости к скорости переключаться нетрудно. Я как бы с первых минут понял, что нужно сделать, чтобы полетело быстро, что нужно сделать, чтобы полетело тухло. Вот. Это очень серьезный плюс накладки, что ей можно дергать соперника. То есть, быстро-длинно, тухло-коротко. Вот. И это все легко управляется. То есть, что хочешь, то и делаешь. Также я протестировал в защите подрезкой слева. Напоминаю, версия 1,5 мм. Сама накладка очень быстрая. И дерево Firewall Plus тоже немедленное. Я был очень сильно удивлен, насколько хорошо этими шипами и этим сочетанием защищаться подрезкой по топ-спину. То есть, я вот только встал, сразу с первых же мячей я начал попадать на стол. Уверенно, направлено там, куда я хочу сыграть. Мячи летят низкие, мячи летят быстрые, что очень серьезный плюс, потому что чем быстрее мяч возвращается к сопернику, тем у него меньше времени на продолжение атаки или вообще на любое действие. При этом запил получается сильный. Можно, конечно, и плоский мяч отдать, но если топ скрученный и делаешь по нему обработку, которая должна сделать запил, то запил получается очень серьезный. Контроль, еще раз повторю, в защите просто невероятно высокий. Я очень удивился, что вот настолько хорошо может быть настолько быстрой накладкой, к тому же средними шипами, потому что далеко не все средние шипы вообще адекватно ведут себя в защите. Но агрессор в защите, по крайней мере, в версии 1,5 мм, не знаю, что в 2 будет, но в 1,5, я также уверен, что 1,3, наверное, 1,8. Просто великолепно в защите. И контроль, и сложность возвращаемых мячей, и сила запила, и скорость возврата. Защита просто великолепная. Блок на столе. Я бы не сказал, что это шипы, специализированные на блоке. Блок, я бы сказал, хороший, но не какой-то супер выдающийся, супер шикарный. Блок очень хорошо работает пассивный. Мяч можно в некоторых случаях оставить коротко, в некоторых случаях направить быстрый мяч на край стола. В пассивном блоке, в общем, все хорошо. Не супер-супер шикарно, но хороший пассивный блок. Что хочу подчеркнуть, если мяч, если атака приходящая не очень быстрая, то агрессор великолепно работает также чоп-блоком. Я тоже не ожидал от средних шипов со столь высокой скоростью, что будет адекватный чоп-блок. Но он не просто адекватный, он вообще очень хорошо работает. То есть можно делать такой пассивный тухлый блок, можно делать чоп-блок, который идет быстро и на край стола, и с хорошим нижним к тому же. Очень опасный мяч получается. Кроме чоп-блока, можно еще один вариант блока делать, такая вверх-вперед обкатка мяча. Вот такой вариант блока тоже хорошо работает. Он дает, если правильно сделаешь, то короткий довольно мяч, который потом быстро сядет. То есть если соперник делает из средней зоны топ, с его таким блоком делаешь, он довольно коротко останется и не долетит до соперника. Какой блок не работает как следует у этих шипов? Силовая вставка. Ну в принципе, вот какая-то мощная силовая игра, это то, что не нужно делать этими шипами. То есть какая-то агрессивная мощная вставка, там с пробоем до дерева, там сильный удар, это дело плохо контролируется. То есть это не этой накладки элемент. Но поскольку есть несколько других разновидностей блока, то никаких вопросов к возможностям накладки нет. Если вы все там жестко вставляете, жестко забиваете, просто нужна другая накладка. Но в остальных случаях агрессор проявит себя великолепно. Дальше, что касается атакующих возможностей. Атакующие возможности, если подойти к этому делу правильно, тоже очень высокие. Просто нужно понять, как нужно атаковать этой накладкой и как не нужно. То есть я только что говорил, силовая какая-то атака не работает. Вот еще раз повторю, то есть силовой удар, такой щелчок, чтобы до дерева пробилось. Это не то, что нужно делать этой накладкой, оно не контролируется как следует, оно летит обычно куда попало. Вот, но это в данном случае ничего страшного, потому что темповая атака работает очень хорошо. То есть нужно не на силу пробивать, а нужно просто аккуратно направлять мяч куда нужно. За счет того, что накладки скорость очень высокая, мяч будет идти все равно очень быстрый. То есть какой-то более медленной накладкой, но которая лучше бьет, будет сильный удар. А тут без сильного удара просто будет за счет высокого темпа настолько же быстрые и сложные мячи. При этом мячи идут, когда так атакуешь, в основном длинные, низкие, стелящиеся, сложные и неудобные для соперника. При этом там еще то получается пустой мяч, то иногда даже в зависимости от приходящего мяча будет нижнее. Люди, которые будут играть по этому блокам или накатам, зачастую будут в сетку или в слой стол это все валить. Проверили с напарником накат на накат. То есть накат довольно контрольный, не скажу, что шикарный, но вполне вменяемый. Если играть аккуратно, то попасть можно много стабильных накатов. И играть гладко обычным накатом по накату агрессорам очень тяжело. Через раз валится в сетку, в свой стол. Соберу все это до кучи, подведу итоги. Пассивная игра, агрессорам на высоте трудно придумать что-то лучшее. Для какого-то пассивного кача, для каких-то коротких, тухлых возвратов. Блок пассивный, хороший. Агрессивный кач тоже отличный. В защите подрезкой по топсу великолепно. Блок несколько разновидностей, кроме силового, работает отлично. Атака темповая по месту работает отлично и очень эффективно. В общем, накладка во множестве технических приемов, во множестве тактических ситуаций проявляет себя наилучшим образом. Единственное, чего как бы не хватает, это какой-то возможности силовой игры. Но с учетом всех остальных возможностей накладки нельзя сказать, что тут какая-то нехватка. То есть можно вместо силовой атаки применять темповую. Это будет не менее эффективно. Либо есть же еще и другая сторона ракетки, где, например, там обычно будет гладкая. И там, если нужно что-то пробить за все силы, ну, просто делать это гладкой, а не этими шипами. В общем, по итогам моего теста я этой накладки могу поставить оценку не просто 5, а 5 еще и с некоторым количеством плюсов. Разработка получилась просто в высшей степени достойная, очень интересная, очень эффективная. С вами был Алексей Сипачевский и канал ТТ Максимум. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Если еще не подписались на канал, подпишитесь, чтобы не пропустить обновления. Если вам что-то нужно приобрести из инвентаря для настольного тенниса, как данную накладку и основание, которые были в тесте, так и очень много другого, обращайтесь к нам в магазин. И главное, если вам нужно подобрать правильно то, что наилучшим образом подойдет под вашу игру, тем более обращайтесь к нам в магазин, потому что мы на правильном подборе инвентаря специализируемся. Дай! 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 Хочу прям лететь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok